Я думаю, этого человека вы узнали. Олимпийский чемпион Алексей Ягудин будет нам сегодня отвечать на наши вопросы. Я очень рад и счастлив. Доброе утро! Доброе утро! Знаете, вот даже за нами мы можем видеть, как эти юные дарования, юные звездочки начинают, можно сказать, такой очень длинный, сложный, спортивный путь. Дай Бог, чтобы через какое-то время мы приезжали сюда и могли их поздравлять с той или иной победой. Да, мы проводили мастер-классы вчера, их было несколько, плюс сегодня мы ездили по образовательным учреждениям и общались со школьниками. И вы знаете, особенно интересен тот факт, что да, в юношестве, в молодости, когда мы бороздили эти олимпийские просторы и пытались завоевать огромное количество медалей, они как-то отходят в конечном итоге на второй план. И самое ценное, это, наверное, тот опыт, который ты можешь передать подрастающему поколению, потому что, собственно, являясь отцом, ты понимаешь, что дети – это действительно наше будущее. Чуть больше месяца назад родилась вторая дочка, назвали Мишель. Конечно, опять продлевая тему медалей, олимпийских высот и семьи, конечно, семья все-таки – это то самое ценное, это, наверное, ядро, от которого мы учимся жить и продолжаем жить. И как раз, кстати, тем более, пользуюсь таким случаем, хочу предложить всем красноярцам, может быть, даже и гостям вашего очень гостеприимного города, прийти на выступление на шоу Илья Вербуха «Новогоднюю сказку», которая, кстати, пройдет здесь, в этом ледовом дворце «Север» 18 и 19 декабря. А почему я затронул тему как раз сказки? Потому что она прямо и называется «Мама». И в этой «Маме» рассказка по мотивам «Волка и Семера козлят» будет принимать участие олимпийские чемпионы Таня Татьмяйна Майоргина и Максим Маринин. Благодаря многим телевизионным проектам и таким, как, например, «Ледниковый период», мы все могли видеть и наслаждаться этим искусством под названием «Фигурное катание», есть возможность также пробовать себя как артист, но уже в других направлениях. Вы абсолютно правы по поводу и кино, и каких-то определенных съемок, но также еще и работал в театре, играл в четырех спектаклях. Один, кстати, был в стихах, самый первый, это какой-то вообще ужас, наверное, сложнее было сыграть спектакль, чем выступить на Олимпийских играх. А что это за роль была? Роль, ну, как бы лидера страны, спектакль назывался «Каникулы президента». Это о том, как президент попал в какую-нибудь глубинку нашей страны. Когда вы брали образ, вы брали образ какого-то конкретного президента или какого-то абстрактной единицы, собирательный образ? Собирательный образ был абстрактный, там, я говорю, борьба была в основном с текстом. Но, возвращаясь к этим границам в искусстве, то почему нет, тем более фигурное катание, этот вид спорта дал, ну, понятно, нет, здоровье на начальном этапе, но дал возможность жить и пытаться себя как-то использовать именно в творческих направлениях. Поэтому и до сих пор все, что связано с каким-то определенным творчеством, это мне интересно. Все у всех с первого раза не получается. Понятно, что мы, когда приходим на каток, мы пробуем фонарики, потом цапельки вот эти делать, ласточки, пистолетики. Ну и в конечном итоге доходим до каких-то сложных элементов. Самое главное было, чтобы было желание преодолеть вот этот страх, барьер. Но что хочу сказать, даже не элемент меня подводил в детстве, а белые ботинки, которые, ну, обычно считаются у девочек беленькие, у мальчиков черные. И мне бабушка, которая в свое время работала в ателье, она мне шила чехлы, потому что иногда школьные мои друзья подсмеивались надо мной, говорили, ой, ты что, как девочка с белыми ботинками. Так что я надевал чехлы, и у меня становилось более мужское катание. В общем, парни, которым 7 лет, и они ходят в первый класс в колготках, скажите... Друзья, это жизнь, это нормально. Просто скажите своим обидчикам, что олимпийский чемпион Алексей Ягудин катался в самом начале белых кайф. И поверьте, лучше ходить в колготках, чем без них. Холодно, особенно зимой.